Субтитры создавал DimaTorzok 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 И вот первое отличие человека от других животных состоит в том, что он создает все эти средства производства. Какие-то начатки есть, обезьян, они могут отломать палку, или может быть ее как-то потереть, эту палку, но дальше этого не продвигается обезьян. А вот человек, он отличается прежде всего от других общественных животных, тем, что он может создавать средства производства. И средства производства создавали и в первобытно-общинную эпоху, и в первобытно-общинном коммунизме. Особенно если вы пойдете, хотите, пойдете в однографический музей, там показаны какие были орудия, средства труда. Хотите, пойдете в Эрмитаж тоже, увидите там, какие были раньше средства, в древности орудия труда. А какие сейчас орудия труда? Куда вы не пойдете, нигде никто не покажет. Где вы узнаете, какие сейчас орудия труда? Я бы вам посоветовал, но некуда вас направить. То есть есть заводы, на них находится соответствующая техника. Ну вы можете в кино посмотреть, по телевизору можете увидеть, вы можете по интернету посмотреть. Но пойти и вот посмотреть, вот может быть сделают, обещают, может в Москве сделают. А пока вы можете пойти в Эрмитажерский музей и узнать, какая есть военная техника. Пожалуйста, там и ракеты можете посмотреть. Не самые современные, конечно, но можете посмотреть. А средства производства говорят, вот наша молодежь не знает, какая сейчас техника, что там, какие машины. А как вы узнаете? А как вы узнаете? Значит, мало того, что производство у вас еще бывает оборонное, когда вообще так просто не пройдет. Так на обычное производство не пройдет, потому что там частная охрана. А частная охрана кому починя? Она ничего, там государство это не волнует никого. Вот стоят там эти охранники. Чувствует, идет, идет. И все, весь разговор. То есть, как вы туда попадете? Раньше, еще в советское время, можно было договориться с профсоюзным комитетом, вот, если не договоришься с партийным комитетом. И тогда тебе выпишут пропуск, ты идешь там, встречаешься, разговариваешь и смотришь, заодно тебе показывают, пожалуйста. А сейчас легче пройти в государственный архивный, вот, архив государственный у нас есть. И там вы можете документы смотреть, то, все. А вот на завод не попасть. Может, у кого есть родители где-нибудь работают, и если они договорятся, то это сложно говорить. А что такое, а зачем, а кто такие, а что надо? А вы, может, коммерцией хотите заниматься, хотите подорвать будущность нашего предприятия. Особенно вот вы можете подорвать будущность, поэтому ладно, не дадим вам пропуск, не дадим, и так далее. Ну, вот, таковы некоторые гримасы нашей нынешней жизни. У нас много хорошего, но есть всякие отрицательные качества. А есть что-нибудь такое, что бы содержало только положительные стороны, и не содержало бы отрицательного? Такого нет, поэтому как-то удивляться, я думаю, потому что я сказал, никто не должен. Ну, короче говоря, идет развитие производительных сил. И вот появились производительные силы, которые позволяют производить больше, чем для того, чтобы мог потребить один человек. То есть на двух человек хватает и более. Вот представьте себе, до этого, скажем, если человек может произвести только на самого себя, прокормить, хотя и сообщает и делает, но в целом, в среднем, каждый производится так, что может прожить только один человек. На это вот, то, что добыл один человек. Вот вы победили меня в войне. И взяли в плен. И что вы делаете? Ну, я знаю, что. Так сказать, если вы ставите меня, как бы, такая мысль о плене, она тогда и в голову не приходила. Как у меня возьмете в плен? Это меня же кормить надо тогда будет. Или надо будет, чтобы я сам прокормился? Так я сам только себя и прокормлю. А вам ничего не достанется от моего труда. Но это не то, что военнопленные у нас здесь вот работали и дома строили. Вот здесь старая деревня немцами построена пленными. Или, простите, новая деревня. Новая деревня. Я вот жил там в районе проспекта Газа и видел, как немецкие военнопленные строили на Курлянское здание техникум. Ну, так сказать, с мастерками, значит, работает, ну, как гастарбайтеры. Сейчас вот так и они работали. Только они военнопленные были. Ничего, никаких там. Все тихо, спокойно было уже. Они не так сразу отправились назад в Германию. То есть никакого смысла в том, чтобы в плен взять, не было. А вот представьте себе, я уже могу покормить двух человек. Какой смысл вам меня убивать, если вы меня победите? Я, во-первых, и сам прокормлюсь, и вы будете спокойны. Вы будете сеть конфликтологией заниматься, а я буду вас кормить. Это разве плохо? Это же хорошо. Проиграли, так я могу вас превратить в рабыню. Вам нужна рабыня хорошая? Нет, Маша? Да, мне есть. Чего нет? Есть, есть, есть. Да, да. Хорошая рабыня. Что ж надо, вы народ, который пошел в ужас вообще. Что за люди такие? Вот так и было это все в те времена, в те еще времена. Сидят, сидят, мне не надо. Я, говорит, себе завоюю, сколько хочешь, рабынь сейчас пойдет. И так далее. Он такой здоровый, конечно, завоевает. Но могут его потом собраться и заколоть эти же самые. Восстание. Спартак же поднимал восстание. Почему у нас слово «спартак» так и осталось? В честь чего? В честь кого? В честь того самого Спартака, который поднял восстание рабов. Мощное было восстание. Ну, поиграли в конце концов рабы. Но перед этим они много рабовладельцев убивали. Эксплуататоров. А дальнейший ход событий. А дальнейшие вот такие были орудия труда, которые можно дать рабу. Какие можно дать орудия рабу? Вот если вы у меня раб, что я вам дам? То, что вы не сломаете. Потому что как раб может относиться к тому орудию, которым он добывает только для меня все? Ну и сам пробовать живет. Ну как к орудию своего закабаления? Правильно? Это вот эта вот несчастная томатыга, которую вы там должны копать. Это вот томатыга, желательно, чтобы ее сломать. Такой двадцать перебежка будет. Она сейчас, я думаю, что это у меня ручка сломалась. Делайте ручку. Ну, вы там сидите, вы с другим вести. Это не то, что копать. Хорошо же. Пошел, срезал там дерево и начал там все это обрабатывать. Да сам сидеть на солнышке, не торопиться. С мотыгой я знаю, сколько он должен делать. А тут норма еще не установлена, пока он ручку делает. Ну, в общем, короче говоря, одна беда с этими рабами. А давать что-нибудь серьезное уже в то, что изобрели в рабоведческое время, изобретатели, новые машины, какие-то механизмы, нельзя сломать. Поэтому дальнейшее развитие производительных сил уже может стать требовать чут. Требовать таких отношений, когда бы все-таки работник был заинтересован в результатах своего труда. Подкопытный. А он совершенно не заинтересован, только от него один бред. И как это получилось? А так получилось, что начался вот этот период становления феодализма, который нам интересен, с одной стороны, что вместо того, чтобы иметь просто в собственности рабов, которых можно убить, и закон позволяя выбить, что это не понравилось вам, не понравилось вам моя лекция, если я ваш раб? Раз, меня и зарезали. И все дела. Можно и теперь продать. А? Да. Это вы бы продавали, а он же кровожарный. Вы-то мне нравитесь. Конечно, продать. А это не было. Здравствуйте. Я хвалит, и все. Хорошо, что я сейчас не рабствую. Сейчас я чувствую себя свободным тут. Вон у вас сколько много. Если все нагринетесь на меня, тет на меня останется. Представляете, какая штука? Меня государство защищает. А государство это государственный же университ. Я от государства поставлен. А что такое государство? Старство это машина на силе. Попробуйте на меня напасть. А экзамен кто вы принимаете? Зачет кто? Я. Что так смотрите? Не получите зачет, если раз вы плохо смотрите. Нет, даже не может, ладно. А? Я сейчас рядом. Не верите? Не верю. Я сам не верю. Ну, скажите, я могу для шутки? Тем более, что в каждой шутке есть доля шутки. Правильно? Только доля шутки. А, это у вас только доля, у меня нету. Мы с вами разные люди. Так. Ну, так вот. Значит, требует развития производительных сил в дальнейшем. Использование более сложных орудий, того, чтобы был заинтересован. Отношения феодальные очень просты. Правда? В чем состоит дело? Вот, если я у вас помещик, значит, так, объявляю. Работать будете у меня на барщине. Три дня в неделю. Понедельник, вторник, среда. Всем понятно, да? Вот, четверг, пятница, суббота и воскресенье, чтобы я тут вас не видел на этом помещичьем поле. Чтобы тут они не ходили даже. Значит, у вас, вот вам нарезан участок земли. Вам даю, вам даю. Для того, чтобы вы были сыты, довольны. Там, у вас семья, там, дети. Чем больше детей, тем лучше. У меня, тем больше будет крепостных. Так? Правильно? Давайте, плодитесь, размножайтесь. И сами себя отслуживайте. Я бы, конечно, поставил вам четыре дня. Но вот если я поставлю четыре дня барщины, я вам определяю. Я поставлю четыре дня барщины, а вы не успеете убрать хлеб. А не успеете, вы все поумираете потом зимой. Это мне надо? Так я. Мне нужно, чтобы у меня много было крестьян. Поэтому, если я разумный помещик, так я разумный хозяйству. А вдруг не урожай? Что я тогда сделаю? Подкормить. А? Конечно, я вам сразу открою амбар. Берите, в долг. Да. Потом, когда будет хороший рай, вы отдадите. Ну, еще плюс еще половину от того, что взяли. А что вы хотите? Так, в долг просто так никто. И пойдите сейчас, вот пойдите до зарплаты, идите, возьмите. Вам скажут, 20 тысяч берешь, 30 отдаешь. Невыгодно. Как невыгодно? Все берут. Иди берут. Берут. А потом коллекторы придут за вами, если не будете отдавать. Или гранату вам кинут какую-нибудь. Чего интересного? Ничего интересного. Кинули прямо в коляску. Эту бутылку с зажигательной смесью. Ребенок спал. Делают эти коллекторы. Что такое коллекторы? Ну, коллекторы собирать. Чего? Раньше были библиотечные коллекторы. Книжки собирали. Слово коллектор, это вот означало только это. А сейчас коллекторы собирают долги. У вас долг есть? Нет. А вы будете коллектором, а вот хорошим будете коллектором. Я на 10 минут упоздал всего, чтобы так сразу. заколоть коллектором. Так что, вы опоздали, так теперь все на вас смотрят. Может, вы специально опоздали, чтобы выделиться из всех. Все одинаковые, а вы раз и пришли позже. А кто позже приходит? Владимир Владимирович приходит обычно позже. И вы. Два человека я знаю. Всего. А у нас с вами никто и не заметит. Правильно? Все мы вот люди как люди. Я вообще здесь сидел заранее, как будто я бедный родственник. И вот вы работаете у себя на участке. Чего хотите, то сажаете. Чего хотите, то и собираете. И как хотите, так и обработаете. Абсолютно не интересует. Абсолютно не интересует. Но. Запомнили? Понедельник, торник, среда. Кто в понедельник не придет? Какое наказание у меня есть? Какое наказание? Розги. Розги. Да. Что это написано у Некрасова? Вчерашний день. Часу в шестом. А? Часу в шестом. Часу в шестом. Зашел я на сенную. Там били женщину кнутом. Крестьянку молодую. А почему на сенную? Это услуга такая была. Ну что барин так будет жить, бить кого-то? Зачем? Ну, в перчатках стоит. Он просто воспитывает. Он отправил туда. Деньги заплатил. А потом привезли, уже после воспитательного процесса, обратно. Все. Но это же не в этом. Но и так от нее будут. Так еще и открутительнее. Что-то не в кастрое. Вот такие вот выступали, и краса на сеную. Чтобы не выступали. Можно к ванне откроет. Это вам, это не буржуазный строй, как вы сейчас выступаете. Вот в феодализме такие разговорчики быстро бы пресекли. Особенно если бы мы были крепостные, вы бы знали, что лучше даже и не заикаться. Ну, люди сидят тихо, смирно. Они знают, что никто их не тронет. А вы все выступаете. Надо к вам присмотреться. Ограничений никаких нету в применении роти. Никаких. По закону. Вот убивать нельзя, нехорошо. Ну, не сильно так наказывают, если убьют крепостного. Ну, наказывают. По закону. Нельзя убивать. Нехорошо уже. Уже нехорошо убивать работников. Так что уже не бойтесь, вас не убьют. Но бить могут сколько угодно. Ну, некоторые забивали просто. Ну, сами умерли, потому что слабые оказались. Болел, наверное. Ну, причем, если это солдаты, солдаты взяли шпицрутиными. Это уже не пронерозги, это уже металлическими пручьями. Так, а там уже это плохо. Тарас Григорьевич Шевченко же был крепостным. И его, так сказать, как-то побивали, так сказать, с рутинами. Так что это вот. Ну, потом кто-то вот с учетом его таланта взял да выкупил. И он освободился. Не знаю, выкупят вас или нет, черт его знает. Конечно. Да не факт. Правильно? Неизвестно. Ценный экземпляр. А? Ценный экземпляр. Так это вы, вам кажется, что вы ценные. А тут ходят, а посмотрят. Нет, этого не буду покупать. Вот этого буду покупать. Надо же тяжелую работу делать. А что вы? Тренируйтесь. Накачивайте мышцы, ешьте спортивное питание, и, может, и вас купят. Футболистов сейчас покупают же за миллионы. Прямо как возродилось это. Они, конечно, не рабы, но они что должны делать? Красиво играть. Будьте некрасиво играть, продам. Другому клубу. Сейчас вот как открывает окно. Я скажу, вот сейчас можете в это окно по времени покупать. Этот клуб, вот это он продается. А клубы это сейчас что такое? Клубы это команда или нет? Или за что сейчас такое? Это административный, всякий аппарат есть даже. Аппарат? Нет, это аппарат, это акционерное общество. Динамо, Денит. Крупное акционерное общество. Они собирают тут вот такие тысячи. Скажите, пожалуйста, сколько у нас тысяч человек на стадионе помещается нашим? Что его продает, он не знает. В районе шести тысяч. А? В районе шести тысяч. Тридцати тысяч, да? Нет, шести. Пяти? Пяти всего? Шести, шести. Да ладно, таких. Что такие маленькие? Пять тысяч стадионов, это смешно даже. Двадцать тысяч. Посмотрите, вот двадцать уже что-то, десятки тысяч точно. Они шестьдесят случайно? В районе. Вот сейчас в Лужниках только что была встреча, там, митинг-концерт в честь предвыборной Путина. Сто тридцать тысяч. Вот тут масштабы. А у нас сколько? Ну, Петровск двадцать два тысяча. Двадцать два тысяча. Вот не надо преуменьшать. Шестьдесят четыре двести восемь. Сколько? Шестьдесят четыре тысяча. Шестьдесят четыре тысяча. Это что такое? Что? Узенитаренный Петровский. Какой Петровский? Мы построили, сначала было девять миллиардов, потом сорок. Угрохали. Вот теперь шестьдесят тысяч, сколько? Шестьдесят четыре тысячи. Шестьдесят четыре тысячи. Вот так. Умножаем. Значит, билетик тысяча рублей. Недорого? Относительно. Шестьдесят четыре тысячи умножаем на тысячу. Сколько будет? Шестьдесят четыре. Да ладно. Товарищи дорогие, математики. Вот если бы это было рабовладение, и вы были в Древней Греции, вас бы начали сечь. А? Сколько будет? Шестьдесят четыре тысячи умножить на тысячу. Добавить три нолика. Добавляйте. Сколько будет? Смотрите, вот дают вообще, вот дают. Смотрят, надо добавить. Добавьте. Сколько? Зря я на него так налетал. Он единственный, кто мог посчитать. 64 миллиона. Ну там кто организовывает это дело? Понятно. Клуб получает. За это, за это, за это расплачивается и так далее. А в итоге, то есть каждый вот такой матч, это десятки миллионов рублей. Вот и бизнес. А вот сколько у нас тысяч помещается на ВСКК? Это уже... Сколько? Спортивно-концертный комплекс. Спортивно-концертный бюджетный комплекс. Финансовый комплекс. Посмотрите, сколько там? Напишут 20 тысяч. Всего? Ну да. Слабаки. Ну ладно, 20 тысяч. Вот мы с вами организовываем концерт. Ну что, кого? Стаса Михайлова пригласим. Нарушеву набирал. Пугачёву пригласим. Пьеху. Пьеху пригласим. Ну еще кого-то наберем таких вот, на которых пойдут. Потом вот этим, которые сидят, продадим билеты по тысяче рублей. 20? Да нет, дёшево тысячи. А? Дёшево. Даже ещё музыканты. Дёшево? Это вы... Я вас назначаю финансовым директором. Плохая идея. Давайте. Давайте. Поскольку по три тысячи будем брать? Ну по три. По три. Ну вот по три. По три на 20 получается 60 миллионов. Да это хорошо. 60 миллионов. Ну вот мы, значит, с этими расплатимся. Ну сколько мы этим артистам дадим? Ну 60 миллионов сколько нам надо? Ну даже 10 мы наберем артистам. Дадим каждому по миллиону, чтобы они к нам каждый раз приходились. Так? Ну это пусть Ксюша придет, Самчак, ей тоже миллион дадим. Пусть выступает там. Ей миллион, тем миллион, а эти миллион. Ну там дадим по миллиону. Сколько там это выберется? Ну 10 миллионов наберем. 10 миллионов. А мы набрали 60 с вашей помощью. Вот. Ну а дальше вот мы поделим нас трое. Вы и я. И ещё за аренду? Не, ну мы за аренду. Ну заплатим там. Ну не миллион же им платить за аренду. Ну ладно, миллион отдадим. Вы вообще хотите нас вообще сделать нищими, я чувствую. Мы хотим делать бизнес, а вы у нас. Может мы вообще купим этот СКК и будем всё гонять там. Это будет всё наше. Зачем мы кому-то за аренду будем отдавать? Правильно? Вот мы думаем уже о покупке этого. За рекламу нужно будет платить. А? За рекламу нужно будет платить. Да, я организую всё. Рекламу вы даёте. Это нам реклама будет. Потому что мы разрешаем там размещать рекламу. У нас на СКК. Чтобы там будет держать, там будет держать. Что можно продавать какие-то рекламные штуки. Вот за это мы с них будем брать. Вот пусть все сбегаются, фирмы. И мы им будем разрешать свои там логотипы ставить за деньги. Правильно? И, допустим, если Стас Михайлов будет выходить с такой рекламой, пусть эта вот фирма нам и платит. Стасу Михайлову пусть платит, да и нам платит. Правильно? Стас Михайлов, если бы он дома сидел, тогда ему платить. А если он у нас выступает на нашем концерте, значит нам должен платить. Ему само собой и нам тоже. Я тут в воскресенье, под впечатлением, с внучкой мы зашли в магазин. Она говорит, вот у меня дайте вот такую водички. И купил я три бутылочки водички с портика. Одна оказалась не водичка, а как бы вишневый напиток. Ну, я все-таки по старой привычке, вот плохой, наверное, потому что университетский. Я начал читать, что там написано. И все читаю, все мельче, мельче, мельче. Вот мелко написано. Для детей это такой хороший, базированный, красненький, картиночки такие красивые. Там человек похожий на вас, нарисован в очках тоже. Но моложе, моложе. И вот, и вот, дочитался до того, что может, значит, потребление, значит, наличие, наличествует краситель, который, значит, ослабляет внимание и активность детей. Так что покупайте деткам такие напитки. Я думаю, в другое время вы сразу бы их посадили, этих деятелей все. Причем сделано так, что дети смотрят картинки, это бросается на это дело. Тем более дети, которые читать еще не умеют. А читать мало кто умеет. Вот взрослые, они плохо видят. Вот я, например, могу мелкий текст читать. Почему? Потому что я близорукий был, я в очках ходил, вот, как некоторые. Не будем показывать пальцем. И тебя пальцем не показывают. Или пару вас вообще и речи не было. Он сам понял. Он вас освободил от возможных подозрений. Вот. Короче говоря, возвращаемся мы к тому, на чем остановились. Значит, есть барышина, на барышине будьте добры. Вот будет товарищ управлять у нас. Вот вы уже это все показали тут. Вы будете у нас управляющим. Ваша задача спланировать все, что они должны сделать. Распределить работу, смотреть за этим делом. Ну, а те, кто будет плохо работать, знаете, что там. Сразу отправляйте, пусть там с ними занимаются на сеной. Можно не обязательно на сеной, там можно и на конюшню отправлять. Там есть уж отдельно выделенные люди на это, которые будут воспитывать. И все. И дальше работа идет. Отличная. Это вот главная такая работа. Главная работа при феодализме – это работа на латифундиях. Когда при рабовладении была тоже работа на латифундиях. Только каких? Рабовладельческих, да? Вот там все планомерно работает. Это кооперация называется. Кооперация – это такая форма труда, при которой много лиц планомерно работают в одном или связанных между собой процессах производства. Некоторые думают, кооперация – это когда мы с вами договорились, создали кооператив. Это только начало. Кооперация – это форма труда, при которой много лиц планомерно работает в одном или связанных между собой процессах производства. И вот идет это развитие, а в это время наука, что с производительными силами, развивается, использует. Где используют хорошие, так сказать, хорошие средства производства? На барщине. А вы что хотите, если у вас есть деньги, купить? Ну, идите, продайте. Вам никто не запрещает, если вы крепостная. Картошку произвели, идите, продайте, если кто у вас купит. А кто у вас будет покупать? У меня лучше картошка, потому что она на большом поле, так сказать, а все есть соблюдение агротехнических условий, делаем и так далее, чистая, ровная. А у вас кто вашу картошку будет покупать? Нет, будут, но подешевле. То есть вы вроде и продадите, и ничего с нее особенное не купите. Купите масло да гвозди подсолнечное. Сами вы не можете подсолнечное масло делать, будете гвозди и масло подсолнечное покупать. Остальное, значит, сами будете прести. Умейте прести, нет? Вот дадут вам кусок ваты, и с ним вот так это будет, ниточка будет, а потом будете уже вязать, а можно еще и ткать. Но ткаться нет. Вот так вот, остальные вещи. В общем, сами будете спасаться, освещать. Чем будете дом свой? Да, к лучину таких наделайте длинных. Так вот, колешь ее и зажгешь, пока горит. Смотрите только, пожарная безопасность все. Пока она уже останется, такой хвостик надо вынуть, новую туда поставить. И светлое читайте себе. Что читаете? Компактные фиктологи, книги, там сидите и читайте. Никто не запрещает. Просвещайтесь. Кроме всего прочего, не очень-то просвещайтесь. Днем надо работать, а вечером надо ложиться спать, а утром, когда в деревню встают? С петухами. С петухами вообще. С петухами, ладно, орать потом начинают. Эти петухи-то ладно, поют. А вот когда корова заорет, потому что ее кормить надо, и телята начинают, и козы начинают блеить, и эти бараны, и овцы. Ну тогда надо вставать. Они почему-то встают, вот как птицы, полпятого, полпятого. Вы полпятого встаете? Что-то вы разболтались после зоокрепотничества. Как сейчас видимо, как надо вас туда-обратно. Вот, короче говоря, идет развитие производства. И само использование орудий, средств производства, и какой-то новой техники на барщине, помещиками тоже идет, продвигается. Но помещик тоже не особенный. Зачем ему особенно? Он будет технику покупать. Лучше вот будут еще привлечем. Дети у вас подросли, идите на барщину. Все больше этих барщин и храбочек. Как сейчас вот с гастарбайтерами? Ну зачем я буду экскаватор покупать? Если мне нужно выкопать каналу там 3 метра в диаметре, ну это 3 гастарбайтера. А если 300 метров в диаметре, ну 300 гастарбайтеров. А 400 метров? Ну 400 гастарбайтеров. Зачем мне шагающий экскаватор? И вообще это вся техника, подумайте сами. Вот у Марсова в «Капитале» в первом томе, в общем-то близко вначале говорится, о границах применения машин. Вот эти вот зарплаты, если она низкая, зачем буду машину покупать? Я лучше наберу вот этих рабочих, и пусть они работают. А вот если зарплата начинает расти, то даже лучше я технику куплю, чем я буду этим оплачивать, такую цену давать. Что, я враг себе, что ли? Короче говоря, вот это надо запомнить, что главное во всем историческом развитии, вот то, что побуждает к изменению общественного строя, это производительные силы. И вот они развиваются, развиваются, потом уже феодализм не годится для таких производительных сил. Чтобы вы могли современную технику использовать, надо не розгами вас воспитывать, как, к сожалению, уже все, не могу я вас розгами воспитывать, надо, чтобы вы были свободны, смотрели на меня открыто, не боялись. И тогда вы сидите на станке там с программным управлением и шуруете. А я прихожу и спрашиваю, ну, когда будет готово? Сейчас, говорит, я вот тут налажу, то есть все сделаю, а я уже ничего не понимаю, а вы понимаете. Так? А зачем мне понимать? У меня есть вот директор. Сколько вам надо платить? В месяц сколько платить вам надо? Вы же пришли, мы в капитализм. Экзамен поставьте. Тихо-тихо, только думайте. Да, мне достаточно. Сколько? Ну, 50%. Чего? От прибыли. Ух, какая шифра. Нет, 50% не пойдет. Вы хотите, как я, что ли, как капиталист? Нет, так не получится. Давайте. Сколько у нас прибыль? Сейчас, сколько? А что мы производим? А какая вам разница? Мне-то все равно, что производим. Мне главное прибыль. А вы что хотите, то и производите, когда будете у меня директором. Что вы хотите производить? Это ваше дело, что производить. Мне нужно, чтобы я получал стабильную прибыль. А вы, ну, 10% от прибыли, хорошо. Хорошо. Вот как только будет? Как только? Нет, это так тоже не пойдет. Вы будете разорять меня, а я буду все меньше и меньше получать. А вы свои меньше? Нет, тоже не пойдет. Давайте так, вы у меня будете получать 10 миллионов. Как только первая неделя будет, что меньше, чем меньше, ну, первый месяц меньше 10 миллионов, я вас увольняю, вас назначаю. 10 миллионов годится вам? Годится. Месяц. Нормально. Сколько сейчас у членов правления Роснефти, как думаете? 24 миллиона. У членов правления. Это дешево я ее поставил. Она вообще и руководитель. Сечина даже я не знаю сколько. Наверное, у него в день 2 миллиона. Ну, не знаю я. Вот 10 миллионов. Ну, это немало же тоже. Хорошо. И пусть эти на вас посмотрят. Чего вы так сурово смотрите? Не повезло вам. Не повезло. А ей повезло. А потому что она успешная. А вы неуспешные. Сейчас как объясняют. Если у вас мало денег, вы неуспешные. А Брамович успешный. У него лодка есть подводная. Яхта. Футбольный клуб купил. Зачем он его купил? Футбол смотри. Это же деньги. Это же что такое. Я вам объяснил. Будет приходить. Сейчас на футбольный клуб. На этот, значит, надо деньги получать. И там доход больше. Раньше вот игровые открывали. Какие-нибудь клубы. И там сшибали бешеные деньги. А сейчас надо просто этих пони продавать для детей. А эти все дети будут ходить и трясти родителей. И требовать, чтобы еще купили поняшку. И все. И будет отлично. И деньги идут, идут рекой. А если вы пожалеете для своих детей, вообще вы не люди. Ну, детям можно отказывать, нет? Это мрачные годы тоталитаризма и культа личности. Детские одежда и обувь была в два раза дешевле, чем для взрослых. Вот у меня сын, как вырос, такая же нога была, как у меня. У меня 41, у него 41. Ему в два раза дешевле. Сейчас такого нет. Сейчас у детей в два раза дороже. Почему? Ну что, вы для своего ребенка пожалеете денег? Не пожалеете же, правда? Ну, раз не пожалеете, будете платить в два раза больше теперь. И платите. И коляски будут, как автомобили по цене. Ну, это другой строй, другие задачи, другие цели, производство. Сейчас какая цель производства при капитализме? Какая цель производства? Вот если вы что-то производите, а? Прибыль получите, и все. А на чем вы будете получать? Да вам все равно. Вон, мы тут решили сделать вот это, купить это ДСКХ и покончить с нищетой, с нашей. И все, и будет у нас все хорошо. Со Стасом Михайловым можете уже договариваться. Может, все-таки не Стасом Михайловым? А вы, да нет, звоните и сразу говорите, вам, Стас, вам там миллион нужен, нет, за один вечер? Вот так начинайте. А иначе он с вами разговаривать не будет. Да, Михайлов скажет, что меньше миллиона, то как бы, он даже разговаривает за миллион, будет, а наступление дороже. Ну, обсудим. Обсудим. Надо начать разговор. И вот каждый раз, когда идет переход одного способа производства в другой, одной информации в другую, имеется период, когда есть и то, и то, и не то, и не то. Как этот период называется? Становление. Значит, сколько периодов становления информации? Считаем. Становление рабовладения – раз. Становление феодализма – два. Становление капитализма – три. И становление коммунизма – четыре. Все четыре. Вот четыре таких периода становления. И хочу вам сразу сказать, что это слабо изучены. А вот с точки зрения конфликтов, ну, конечно, когда уже упрощится какой-то строй, тут конфликтов меньше, правда? Уже порядок определенный, все. А когда я у вас все отбираю, чтобы стать капиталистом? Потому что мне нужно вас сделать совершенно свободной. Потому что если вы не будете свободной, вы не пойдете ко мне наниматься. Надо сделать вас совершенно свободной. Когда вы погуляете свободной, потом придете, спросите. Михаилович, нет ли у вас работы какой для меня? А если вы не свободной, и как я буду? Вы не пойдете ко мне. Поэтому капитализм может быть установлен тогда, когда появляются совершенно свободные от всего люди, нищие, которых можно нанять. И совершенно не свободное капиталистство, у них средства производства. Вот надо же мне охранять эту фабрику, надо там все налаживать. Ну а вы, хотя вам не нравится то, что я вам предложил, сумма, вы погуляйте там, денек, второй, третий, а потом вы, а куда вы пойдете? К нам же, ну не ко мне, к другому придете, к третьему. Вот она, к ней пойдете. Она у меня генеральный директор. Никуда вы не денетесь. Еще и будете работать. А что вы против вот целой, мы, у нас фабрика, а вы тут одна? Чего вы сделаете? Ничего. Вы только никому не рассказываете, чтобы потом они не начали организовываться все вместе, эти рабочие, потому что во одиночку-то ничего вы не делаете. Ну вот, собственно говоря, на этом я некоторый экскурс в то, какое значение имеет такая категория, например, становление, я уже сделал. Хотя вы можете ее и к себе применить вполне. Вы сейчас кто? Вот вы кто такие? Конфликтологи. Встановление. Ну все. А когда становление ваше закончится, вы будете кто? Это становление так и убираем, и просто конфликтолог, да? Ну вы сейчас конфликтолог, ну, с этим, становление. А некоторые их спрашивают, что вы кто? Они не знают, кто они. Я сразу предлагаю покинуть. Вот вы знаете, что вы конфликтолог, и смело здесь сидите на занятиях, правильно? А если будут придираться, так мы в становлении. А вы этого не знаете, так мы в становлении. Вы на экзамене можете говорить, вы чего, Михаил Васильевич, мы же в становлении. А вы требуете так, как будто не мы в становлении. Вот вы тоже, когда были в становлении, тоже вы чего-то не знали. И что? То есть, когда вы не знали, было нормально. А когда мы не знаем чего-то, это значит ненормально. И сразу в этом грозитесь там незачетами, да? Это же зачеты, они какой-то не казнь. Что это такое вообще? Что за манера? Что за угрозы какие-то? Действительно, у нас государственный университет, у нас сила государства. Что хочу, то поставлю. Ну, это так вроде, ну и так. Но это как-то не так. То есть, это очень важная категория. Думаю, что вы ее до этого не очень использовали. Просто и не знали, что такое. И я хочу вам сказать из своего опыта, что ее обычно и не знают. И, соответственно, и не используют. Вот такая ситуация. Следующая категория, которую мы будем рассматривать, тоже относится к движению материи. Она называется изменение. Ну, чтобы это не было, такая категория, которая выдернута откуда-то, и вдруг мы про нее говорим. Если она ее возьмешь, так она... Она больше похожа тогда на бытие. Если мы ее просто схватим, мы будем на нее смотреть. Давайте мы пройдем некоторые этапы логического рассмотрения, от становления до собственного изменения. Вот. Ну, я думаю, может быть, это не очень будет популярное мое изложение сейчас. Но вам придется потерпеть. Тем более, что есть возможность позаниматься в этом плане. Значит, есть, скажем, книжка, которая у меня вывешена на сайте. На сайте Фонда Рабочая Академия называется она. Две книжки. Там есть лекции по философии и истории. Там все эти социальные моменты очень многие есть, о которых я сегодня рассказывал. Лекции по философии и истории. Это я читал для историков пятого курса и книжку вот сделал по итогам. А вторая книжка называется «Социальная диалексика». То есть диалексика, но применение к обществу. Довольно большая. Триста шестьдесят четыре страницы там. Вот. Или четыреста шестьдесят пять, не помню. И вот буквально на днях вышла книга совместная наша с Паучковым, Боблиным, которая называется «Диалектика. Ключ к истине». Вот сейчас ее можно, например, заказать в издательстве Питер. Найти, набрать издательство Питер и заказать книгу «Диалектика. Ключ к истине». Вот я по дороге сегодня зашел в руководит, купил книгу и подарил его Степану Степановичу. Степан Степанович, можно ли у вас на время теперь взять? А вы уже собственник, а я только автор. А он уже собственник. Он может теперь торговать. За то, что посмотришь, он деньги будет брать. Сейчас же время какое, знаете, какое. Так все посмотрели, так каждого по тысяче. Вот так выглядит. А тут вот беседы были, которые... Да, но поскольку это у них, я так понимаю, коммерческий проект, то вот написано, что цена 169 рублей. А когда я покупал, уже 245. Там не спят люди. Там вы и туда уже пробрались. Вы не уволили, что ли? Ну, понятно, да. Печатали в Казани, поэтому у нас что-то очень мало их там. Вот я в одном магазине две штуки нашел, в другом буквально, а в другом одну. Наверное, они там из Казани рассылают, там где будет заказ, туда и оттуда их шлют. Кроме того, лекции есть мои по диалектике, по философии на сайте, на канале Фонда Рабочей Академии, YouTube, Фонд Рабочей Академии, и на сайте Гоблина, Пучкова. Там очень много лекций моих специально, но с разными примерами, потому что нужно было сделать это понятным. И надо сказать, что больше всего там посещение набрало лекции введения в науку логики. Больше 310 тысяч посещений. Причем остальные как бы стабилизируются, это все растет, 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 растет. То есть народ изучает науку логики, понимает, насколько это важно и нужно, и это, в общем, можно сказать, впервые в таких масштабах происходит у нас в нашей стране, я думаю, и в мире, потому что до этого были единичные, отдельные люди. Читали, а сейчас вот люди читают книгу. Еще новое издание появилось. Одно издание нам товарищ подарил тысячу экземпляров для Фонда Рабочей Академии, двухтомное, под моей редакцией. А еще недавно вышло в серии «Мировое наследие науку логики Гегеля» в одной книге такой в толстом томе науку логики. Ну это, так сказать, книга, а я сейчас буду, но ведь книга содержит логику, а логика может быть без всякой книги, можно ее и слагать. Вот берем становление с вами, вы это все изучали, мы с вами это рассматривали. Теперь давайте двигаться надо от того, до чего мы дошли, да? Становление. Становление есть единство, бытие и ничто, и в нем есть два противоположных движения, мы обнаружили. Возникновение и прихождение, да? И можно сказать, что вот становление – это единство, возникновение и прихождение. То есть переход бытия в ничто, прихождение, переход ничто в бытие, возникновение, и вот становление есть единство, возникновение и прихождение. А где-то, да, эти вот, уже получилось, что становления куда-то потерялись уже бытие ничто Оно единство возникновения и прихождения А где бытие ничто? Пропали? Что это такое за движение, где утрачивается то, что было? Можно тут как-то это найти? Можно Давайте посмотрим на возникновение Возникновение это что такое? Это ничто, переходящее Бытие. Пишем ничто, запятая, переходящее в бытие Можно так написать? Возникновение это ничто, переходящее в бытие Можно? Можно Короче Что такое возникновение? Короче Это написано Нет, ничто, переходящее в бытие Я прошу короче, а вы мне повторяете целиком Сейчас вот все вот Молодежь что говорит? Короче Короче Я вот как-то иду по историческому фокусу Где-то стоят там пять девушек молодых И ничего не слышно, что они говорят Только слышно Короче, 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 короче Все говорят короче А что короче? Еще не открыли рот? Уже короче Лекции вот нам не дают читать короче Говорят, читайте полтора часа А так вот короче Я вам раз, два, и пошел И вы пошли На пуфет Сейчас вот Сергей Иванович может уйдет Тогда мы попробуем эксперимент Но он сейчас тут присутствует Директор Сейчас не будем экспериментировать Так Короче, что такое возникновение? Ничто в бытие Что-то вы прибавляете от себя Это от себя тяна Ничто в бытие Ну что, не видите запятой? Ничто в бытие Запятой не видите? А зачем вам то, что после запятой есть? Короче, это ничто Ну ничто Ничто запятая Переходящее в бытие А короче Переходящее в бытие Это же определение этого ничто Какое? Да? А короче Это ничто Ну какое-то Ну красное яблоко Короче, это что? Яблоко А ничто переходящее в бытие Короче, это что? Ничто Ничто И все мы вот так Зря говорили А вот в очереди стоят За желтой кофточкой Там другое Там уже не важно кто Там важно за кем я Правда? Там другая задача Значит Короче, уже нашли мы ничто А вот теперь рассматриваем Противоположную категорию Прехождение Это что такое? Это бытие Переходящее В ничто Короче Ну вот Видите, вот Тут Видно, народ Обучается Бытие И короче И хорошо И вывод какой Логический Между прочим А вывод-то такой Что Нет никакого Ничто Просто Абстрактного Ничто А есть всегда ничто Переходящее в бытие Правильно? И нет никакого Бытия Которое было бы Бытие и все Которое мы вначале Рассматривали У нас все равно Когда рассматривали Оно и перешло А есть всегда Бытие Переходящее В ничто И это вот Жизненное Бытие И жизненное Ничто Это важно Это вот Дилектическое Понимание Не просто Бытие Вот у вас Есть тетрадка Ну а сейчас Она есть Ну еще Год она будет У вас Ну два года Какова ее Судьба Ну что Внуки будут Вашу листать Не знаю Может и будут Но может И уже К то времени Истлеет Она же Она же Приходящая Приходящая А во что Она переходит В ничто Вот Пожалуйста Пример Не было Была И нету Во что Переход В коридор Не в коридор А в ничто Тут нет ее Смотрите внимательно Была И нету Нам жизнь Сразу дает Ничего не надо Объяснять Тут все Сразу Ну если вы Удохнули То что это Произошло Вы набрались Кислорода И что дальше Будет Ну дальше Будет Сейчас будет Наоборот Накапливаться Углекислый газ И опять Надо вдыхать А если Не вздыхать Вот Слушали вы Мое лекция Вам не понравилось И решили вы Пожертвовать с собой Покончить Свою жизнь Свою убийством И написать Я вот С несогласием С таким чтением Лекции Кончаю жизнь Удастся вам Покончить Жизнь самоубийством Таким образом Нет Почему Вот вы хотите Головой Там все Силой воли Ну Попробуйте Проэкспериментируйте Кто-нибудь Сможет Покончить Жизнь самоубийством Попробуйте Пока Не дышите Человек решил Для науки Пожертвовать с собой Надо с уважением Чего смеетесь Сейчас мы будем Вызывать Катопалку Странателю Не забудете Я думаю Он потихонечку Дышит Хитрый какой-то Нет Сколько протянет Сколько под водой Больше всего Подводное плавание Без скафандров 6-7 минут Что-то много Короче какой-то Рекорд Смел Который Пятнадцать минут Он дышает Пятнадцать минут Много Все он уже Ну как Вы закончили Еще Он потерял сознание Потом начал дышать Прогресс Мне кажется Есть более действенный способ Нам действенный Не надо Мы сейчас У нас это У нас тема Не умереть У нас тема Другая Превращение Бытия в ничто Ничто в бытие Ну и так далее То есть Никакого нет Такого бытия Которое бы не Переходило в ничто То есть Бытие есть только Как Прихождение А ничто Есть только Как Возникновение И вот это Такие живые бытия И живые ничто Которые бывают в жизни А то что мы С чего начинали Это абстракция Но раз мы С этого начинали Мы По-другому Начать не могли А вот теперь У нас уже Другая картина Ну так Раз Бытие Значит Это бытие И ничто Так бытие Переходит в ничто А ничто В бытие Правильно? Ну так Значит Разность Бытия и ничто В становлении Исчезает И исчезла Логично? Если бытие Переходит в ничто А ничто Переходит в бытие А становление Есть благодаря Разности Бытия и ничто Но благодаря тому Что они разные Вот если они разные, то эти переходы имеют место. А если они друг друга переходят, и разность бытия и нечто в становлении исчезает, в самом становлении, значит и разность, значит и само становление исчезает. И все добытое нашим нелегким трудом, и вся прошлая лекция, и часть нынешней, все улетели. Все исчезло. Исчезло? А что мы можем еще сделать логически? Значит, еще раз, становление есть благодаря разности бытия и нечто. То есть, если бы они не были разные, нельзя было бы говорить о переходе бытия в ничто, ничто быть. Правильно? То есть, становление есть благодаря разности бытия и нечто. Потом мы с вами доказали убедительно, что бытие переходит в ничто, а ничто переходит в бытие. Они только и состоят в этом переходе, в мгновении и прихождении. Значит, вот эта разность бытия и ничто в становлении исчезает. А если разность бытия и ничто исчезает, то исчезает и то, что существует благодаря этой разности, то есть становление. Мораль. Становление исчезло. Исчезло становление. Всё. На этом наше изучение науки логики, диалектики и всего остального закончилось. Кто-то есть опечаленный, некоторые радуются, как всегда. У кого похорон, у кого праздник. Так. Но мы должны обдумать, что получилось. Что значит исчезание становления? Что значит исчезание? Это его отрицание, правильно? Раз оно исчезло, то его нет. Это отрицание становления. А что значит отрицание становления? Становление – это вот такое беспокойное единство бытия в ничтое. А что является отрицанием беспокойства? Не знаете? Спокойство. Во. Значит, что-то мы получили спокойное. А вот единство, что означает? Вот единство означает, что тут речь идет о двух сторонах или об одном. Единство. Вот вы, когда у вас есть единство с самим собой, это вы это собираетесь людям показывать? Вот у нас с ней единство. Мы вот как собрались вас эксплуатировать, так и будем. У нас с ней единство. У нас двое. Неверная ваша мысль. Слово «единство» предполагает обязательно многих. Как минимум двух. Вот у нас с ней единство. А вы вот это все равно, что бревно есть бревно. Или я – это я. Какое у вас единство? Вы с таким единством далеко не пойдете. Я сейчас приду, скажу, товарищи, запишите. Попов – это Попов. Михаил – это Михаил. И Васильевич – это Васильевич. Ну и чего? Это вот вы так хотите, когда закончите свое становление, так хотите в своей жизни работать, что ли? Доказывать, что я – это я? Нет. Да сразу вас в сумасшедший дом отправят. Поэтому единство, только само понятие единства, несмотря на то, что кажется вот так, как вы сказали, это кажемость. Такая есть категория – кажемость, видимость тома второй, учение о сущности. Кажемость. А на самом деле, если я говорю, что у нас есть с вами единство, то мы разные люди. Правильно? Потому что ценность-то единства именно в том, что люди – мы разные, а у нас есть единство понимания вот этой категории. Единство. В чем-то. Следовательно, вот вывод. Следовательно, становление исчезает и становится спокойным и не таким, которое сложено из каких-то разных. А значит, какое оно? Какое оно? Если оно ни из чего не сложено, какое оно? Простое. Вот. Спокойное и простое. Вот видите, как хорошо. Это я не теряю его выбору генеральным директором. Спокойное и простое. Десять миллионов человек получает. То она легко отвечает. Вы бы получали десять миллионов, вы тоже так бы раз и отвечали. А сейчас вы скажете, ну, как Михалыч, я думаю все время о пирожках. Как я могу отвечать на эти какие-то становления, там, прихождения, когда я так все время в прихождении нахожусь и никак из него выбор не могу. Так, итак, становление, так вот написано у Гегеля, снимает себя, снимает, то есть отрицает. Ну, что значит? Снятие – это важнейшая категория философии. Снятие. Снятие – это означает отрицание с удержанием. Вот вы ребенком были? Вот вы. Были ребенком? Сейчас вы же не ребенок, да? Ну, для родителей-то вы все равно ребенок, я понимаю. Но какой вы тут? Паспорт есть? Да. Гражданин России? Да. С 14 лет. Все. Все, это проведено. Значит, произошло отрицание того, что вы ребенок. И что, это вы же теперь не вы, что ли? Ну, вы удерживаете в себе то, что было вот у вас в детстве и так далее? Оно же у вас осталось? Да. Вы же, вот результаты, они просто вот откуда-то выскочили, неизвестно откуда. Вам паспорт дали, вы из паспорта, что ли, взяли? Из паспортного стола пришли. Вы выросли из того, в кем вы были. Поэтому это не вообще зряшное отрицание. Это отрицание с удержанием. Это раз. Второе. Так, есть у кого? Есть такие люди, у кого нет родителей? Нету. А родители кто? Вот вы можете сказать, что вы это родители? Не можете сказать. Вы это не родители их. Это родители одно, а вы это другое, да? Значит, вы их отрицание. Идите домой и скажите, что я, придете и скажете, я вот, мама, папа, я в ваше отрицание. Мы тебе сейчас покажем. Да. Что в отрицание. Кто вас там научил этому? Нет, никто ее пальцем не тронет. Просто завтракать будет тогда завтра. Завтрак, знаете, что это? Завтрак дают. А сегодня обойдетесь. Так вот, категория снятия означает отрицание с удержанием. Не такое вот отрицание, а все это остается. Ну, в снятом виде такой. В снятом. То есть, снаружи вроде как отрицание, а внутри то же самое. Вот я смотрю на вас. Думаете, если вы придете с родителями, я не узнаю, что это ваши родители. А как я узнаю? А потому что вы в себе содержите свое отрицание. В снятом виде. Вот у вас родители в снятом виде, а они в оригинале придут. Поэтому совершенно спокойно можно определить. А иногда вот смотришь, идет женщина, молодая мама с ребеночком. Ну, вот вылитый просто, вылитый. Красавчик. Или красавица. Ну, вылитый просто к родителям. Так они же другой человек, другой. Но содержат в себе. А бабушки и дедушки, вы их что, в снятом виде не содержите в себе? Это не ваши, что ли, бабушки и дедушки? Ваши. Ну, по-разному бывает. Например, я вообще не похожа на сахаризм. Да, характер такой же склочный, может быть. Да, вот и внешний. По-разному может быть. Вот у меня, знаете, внучка, дочка сына, она имеет совсем другой цвет глаз, чем у родителей. Родители карие, а у нее голубые, как у меня. И вы еще одной, у бабушки. У матери, ее матери. Ну, вот отрицание, вроде бы, ну, как у других было. Потом оба темные, а она светлая блондинка. Откуда? Что? Что такое? И это часто бывает. То есть, мы с вами теперь, с сегодняшнего дня и навсегда в нашей жизни берем не зряшное отрицание, а снятие. И даже если я вообще на вас разозлился и хочу вас оттолкнуть, вот я вас отталкиваю. Не будете возражать? Вот видите, я с оттолкнул. Что нужно, чтобы не оттолкнуть ее? Притронуться к ней. Другого способа оттолкнуть нет. И Гегель пишет, для того, чтобы нарушителя спокойствия выкинуть из храма, его приходится обнимать. Обнимать надо его. Вот как вы себе представляете борьбу? Греко-римскую или обычную классическую борьбу? Выходит два борца. Что они делают? Или они еще не началась борьба, тогда они стоят, не трогают друг друга. А если мы начнем бороться, что мы должны делать? Обняться мы должны, дорогой. Так еще можем обняться, что хрустнут косточки. Вот с ним я не собираюсь обниматься. Я, кстати, борьбой с самбо занимался. Третий разряд, чемпион университета по третьему разряду. Такой важный стал, думаю, сейчас пойду со вторым разрядом. Они все меня бросили, бросили, бросили. И я решил, зачем мне этот второй разряд, если я чемпион? А там подробности, какого разряда, не обязательно же рассказывать. Я вам просто как своим рассказал. А другие посчитают, что я чемпион университета по самбо. Короче. Сейчас же просят всех короче. Я короче рассказываю. Сейчас же это модно и принимается легко. Вот что надо запомнить, что только отрицание берется только как снятие. Вот поют, например, товарищи некоторые, плохо изучившие диалектику. Так есть коммунисты, которые плохо изучили диалектику. Они поют как интернационал. Весь мир насилия мы разрушим до основания. А затем мы наш новый мир построим. И что получается? Сейчас все до основания разрушим. Вот это здание у нас. Когда построено? Давно, да? 19-го. А вот здание этих 12-ти коллеги вообще при Петре построено? Так что, надо разрушить это было, что ли? Разрушить надо было? Значит, правильный перевод и первый был правильный. Весь мир насилия мы разроем до основания. А затем мы наш новый мир построим. Там мы решим, где будет институт истории, где институт философии. Этих все зданий 12-ти коллеги, они ушли. Там даже отсюда, там была биология и геология. Геологов выкинули на 10-ю линию. И сейчас продолжает рыть этот мир. Продолжает рыть. Там часть университетских факультетов уехали. Петергоф. А Матмех, например, был на 10-й линии, дом 33. Где были бестужевские курсы, которые кончала Надежда Константиновна Крупская. Так что все это тело разрывается. А здание СНГ сейчас. Где СНГ расположено? В Таврическом дворце. А я там читал, например, лекции для партийно-хозяйственного актива как раз в Таврическом дворце, в кинозале. А до этого, если мы вглубь веков уйдем, то Екатерина подарила Потемкину Таврическому. Поэтому Потемкинская улица и Таврическая улица, и вот Таврический сад, и Потемкинский дворец. И там проходил в этом дворце первый конгресс Коминтерна, на котором выступал с закладом Ленин. То есть, и что, кто-нибудь уничтожал-то Потемкинский дворец? Ну, дураки бы, конечно, уничтожили, а умные люди понимают отрицание только как снятие. Вот, например, там Ленин говорил, что банки – это идеальная бухгалтерия нового общества. Они что, пошли большевики ломать, что ли, телефон, телеграф, или пошли занимать? И что значит занять телеграф, телефон? Ну, чтобы разговаривать по телеграфу, по телеграфу. А как вы собираетесь власть осуществлять без телеграфа и без телефона? Все. Поэтому, чтобы можно было осуществлять власть в масштабах всей России, надо подготовить производительные силы. А кто готовит производительные силы? Кто готовит социалистическую революцию? Кто? А? Ну, какие люди? Ну, кто главный при капитализме? Кто? Ну, кто собирает этих рабочих на фабриках? Кто их организовывает? Кто их обучает? Кто? Буржуазия. Вот человек понимает. А вы чего? А я капиталка становления. Ну вот, ну вот. Буржуазия. Ну вот, она и все подготовит. А как относиться надо к капиталистической формации? Допустим, если вот, скажем, мы сейчас в капиталистической формации. А я жил в коммунистической, мне повезло. Маркс, правда, вот в капитале в самом начале рассуждает, что, дескать, вот в политэкономии можно только метод абстракции использовать, не делать эксперименты же над людьми. Не сделаешь. Но у нас как раз проведен эксперимент. Больше на вас, чем на мне. Потому что мы вот, вот Степан Степанович присутствует, мы на одном курсе с ним учились, нам отметили. Вот мы жили при коммунизме в первой фазе. Как она называется? Социализм. А потом живем сейчас при капитализме. И у нас есть возможность соромнить. Армянское радио спрашивает. Когда будем жить при коммунизме? Армянское радио отвечает. При коммунизме уже жили. Дескать, поживите теперь при капитализме. Так а что коммунизм? Кто мама у коммунизма? То есть, если вот при социализме остаются родимые пятна капитализма. Написано у Маркса в Криске годской программы и у Ленина в государстве революции. Что в экономическом, нравственном и умственном отношении остаются родимые пятна капитализма. Ну, это родимые пятна. Кто мама? Ну, не родимые капитализма. Капитализм. Из чего родился этот самый коммунизм? Он что, выскочил неизвестно откуда? Он родился из капитализма. Вот такой, рожденный из капитализма. Там переходный период есть, становление. как только становление заканчивается, родимые пятна остаются. И вот такой коммунизм, который с родимыми пятнами, который долго еще остается, когда он их изживет, будет полный коммунизм. А пока не полный, он с родимыми пятнами. Ну и кто? Мама. Капитализм. Что наскакивать на капитализм? Надо как-то к нему уважительно относиться, правда? Капитализму. Я очень уважительно отношусь к капитализму. Потому что иначе не будет никакого коммунизма. Как может появиться Вот смотрите, этот Сурайкин, например, сейчас выступает кандидат. И все у него так вроде кажется, все правильно, но он как социалист-утопист. Чем социалисты-утописты отличаются? Они такую красивую жизнь показывают. Все там вроде как хорошо, но нет дороги туда. Нет туда тропинки, и ключиков нет от счастья. Помните, как Некрасов писал, нет ключей от счастья женского, где их найдешь? А если ключей нету, нет дороги. Ну, значит, это умозрительные, так сказать, утопические представления. Вот как бы вы хотели жить? Ну, давайте сейчас все выскажутся, мы запишем, помечтаем, их можем даже выдать в интернет, как вы бы хотели жить. А как вы будете жить? А это совсем другая тема. Вот мы, например, получили специальное образование, у нас 5 курсов было. Зачем 5 курсов? Ну, чтобы были специалисты. Вот мы специалисты, здесь вот два присутствия специалиста. А что такое специалист? Может преподавать в УЗИ, может поступать в аспирантуру. Так, может работать на госслужбе и иметь в подчинении, там, сколько-то там, людей, сколько угодно. А что сделали с вами, обездоленными? Обездолили? Вот что вы можете? Так, в УЗИ вы преподавать не имеете права, в аспирантуру поступать вы не имеете права. А если вдруг вы станете на госслужбе где-то руководить, один человек может быть в вашем подчинении. И вот наш дорогой университет с такой выступил инициативой, давайте выпускные экзамены сделаем. Не то, что мы будем профессоратом у вас принимать экзамены. Дескать, вы все уже сделали свое, подготовили, вот уже нас к вам не подпускают. И вот вы идете, а там представители, кого? Работодатели. Дескать, вот кто вас будет брать, вот те пускай у вас и экзамены и принимают. И кто? Начали смотреть, а кто работодатели? Ну, кто у вас работодатель, как вы думаете? Не думали на эту тему? Вы же в стране... А? Специалисты уже были. Ну, да, специалисты. Ну, как они, кто, какие, как они, какой статус-то? ВУЗы являются вашими работодателями? Нет. Все, у вас от ВУЗов пить. А кто? А школы? А школы являются. И кого туда приглашать на это вот собрание, на этот самый экзамен вместо нас, профессоров? Директоров школ. Еще меня спрашивает заведующая, Михаил Ильич, у вас нет никакого общественного объединения? Говорю, есть я вот президент общественного объединения, фонд рабочей академии, фонд содействия обучения рабочих, зарегистрированного Министерством юстиции в 1994 году. Вот эти мне эти данные мы хоть кому-то будем вписывать. Ну, куда вас вот... Как вот писать, куда вы вот направляетесь? В школу вы не сильно направляетесь, так? Не сильно. Значит, школу еще заставят, на самом деле, преподаваться. Если как бы вот в общественное объединение вы направляетесь, ну, пришли и ушли. Пошли по своим делам. То есть, вот картина. Такая получается. Вроде должны быть родины пятна социализма еще. Бесплатное образование. Оно есть еще? Вы же бесплатно учитесь. Ну, тоже хорошо. Вот у нас капитализм-то вышедший из социализма сейчас. Так что вам повезло. В этом отношении. Могли бы и три года сделать. Вот наше дорогое министерство науки и образования за последние три года уничтожило половину вузов России. Это доблестное дело. Я думаю, такого еще в истории не было. И не будет. Это надо прославить, наверное, наше министерство. Какие-то были в истории разрушители, но таких мощных разрушителей. Вот вы бы смогли за три года уничтожить половину вузов России? Не смогли бы. Вот способный человек, я знаю, она и директора может быть, и миллиона получает. Но чтобы уничтожить половину вузов, это очень сложно. А смогли? Половину-то сколько? Что сколько? Ну, сколько. Не знаю точно, сколько. Ну, ровно половину. Сейчас вот просто данные опубликовали. Они там все ходили, там соединяли вузы, там увольняли. А вот теперь я вам могу точно сказать, сколько уволили преподавателей в связи с тем, что перешли от специалитета к бакалавриату. Как вы думаете, сколько? Если учились пять лет, а учиться теперь надо четыре. Нагрузки стало. На сколько процентов меньше? На двадцать. А как рассчитывается количество преподавателей? Ну, по нагрузке. Значит, не нужны преподаватели на пять лет, нужно четыре. Причем, какие улетели курсы? А самые хорошие. Вот лекции по философии и истории я на пятом курсе историков читал. Они очень им нравились. Ну, нету пятого курса. Все они со всеми курсами. И мне на историческом факультете нагрузку обеспечили на других курсах. То есть я там сохранил нагрузку. Но, в общем-то, двадцать процентов нагрузки ушло, значит, двадцать процентов преподавателей лишние. Ну, как у вас оказалось год лишний. Там кто-то придумал из министров, что лишний у вас год. Ливанов придумал. Зачем вам учиться-то? Вообще, на месте Ливанова можно сказать, да зачем? Вот вы такая способная. Давайте за три года будете учиться. Три года. И сразу пойдете. Куда пойдете? С чем пойдете? А два? Как один вот шапки шил. К нему приходит жадный такой один гражданин. Приносит шкуру. Говорит, можете мне шапку сделать? Могу. А две? Ну, могу две. А три? Три, четыре. Так дошли. А семь можете сделать? Нет, говорит, семь не смогу. Уже никак будет не сделать. И вот он ему сделал шесть таких маленьких-маленьких-маленьких шапочек. И отдал. Конечно, ни одна на голову не налезает, но как просил. Вот такая сейчас картина. Ну, все находится в движении, мы тоже должны понимать. Есть плюсы, есть минусы, есть движение в одно. И мы должны разбираться, где положительное движение, где отрицательное. Зато у нас интернет есть. Можно по интернету сообщить, узнать, сколько вузов уничтожено. Вот, поинтересуйтесь, и все. Это прогресс. Раньше мы долго узнавали, сколько у нас вузов, откуда, сколько стало. Количество вузов в России и количество студентов в России в 2018-м. И возьмите четыре года назад, в 2014-м. И все, и сравните. Если вузы уничтожаете, значит, студентов количество уменьшается же. Зачем столько много людей с высшим образованием? Вы же будете сидеть. Во-первых, сидят, ничего не делают, как некоторые считают. Что вы сейчас делаете? Вы же работаете или учитесь? То есть не работаете. И вы не работаете. И вы не работаете. Сколько безделенников? Как некоторые считают. Они сами-то пять кончали лет сидели. Ну, вы-то можете сказать, ну, потому что они неспособные были. Поэтому нужно было пять лет сидеть. А вы способные. Так, может, да еще пойдем. Три года сделаем. Это загодик быстренько. А? Загодик быстренько. Да, вот. То есть эта категория, которую мы изучаем, супер, интересная и актуальная. Потому что мы берем становление всего в движение, не в мертвесину. Вот. И мы должны видеть, куда, где идет движение ничто в бытие, а где бытие идет в ничто. То есть это что такое? Некоторые такие товарищи, которых прямо излагает суть, говорят, это идет уничтожение высшего образования. А другие говорят, ну, как же уничтожение, а с другой стороны что-то такое все-таки. Сидят же люди, значит, идет же образование, да? То есть вы же с годом, с каждым годом больше знаете, значит, идет развитие же образования вашего. Поэтому не только уничтожение, еще какое-то и развитие есть. Потом, что значит многих воли? Ну, кто-то ведь и остался из преподавателя еще. Вот я если остался, значит, я остался. А у нас уже два профессора уже нету их. Один товарищ у нас, Сунягин, получил премию, грамоту за лекторское мастерство. И через год его уволили. А я премию не получил. О чем это говорит? Так вы смотрите, как будто я жулик. Да не, я уволил. Без меня уволил. У нас свои там сейчас проблемы, я скажу. Сейчас, как вы будете, как у нас оценивать? Думаете, потому как я преподаю, это никого не интересует. Абсолютно никого не интересует, как я вам преподаю. Я должен напечатать на иностранном языке. Статью в другом журнале, за границей. Куда наши уезжают, уехавшие там, и организовывают. Давайте деньги, мы вам напечатаем. Вот если у меня есть такая статья, а я преподаю. Нет такой статьи, уходи. И индекс у нас в Ринце, индекс Хирша. Вот мы встречаемся, вместо здравствуйте, встречаю я профессора. У вас какой индекс Хирша? Он говорит, у меня три. Я говорю, у меня шесть. И он сразу грустит. Почему? Его уволят, я останусь. Неважно, как меня зовут и какие книги я написал, это никого не интересует. Я вам написал, это книги сказал, только потому что их читать можно, там содержание есть. А так вообще для нас ничего не значит сейчас. Вот индекс Хирша у меня шесть, это значит. Вот у меня больше всех на кафедре. И куда меня трогать? Так вот такая картина. Все это находится в движении. Вот мы это изучаем. Становление. А тут вот есть категория, к которой мы пришли. Отрицание становления. Становление, ставшее спокойным и простым. Или у Гегеля написано так. Становление, ставшее спокойной простотой. Становление, ставшее спокойной простотой. Это мы выявили с вами. Это не я вам так продиктовал, а мы выявили. Мы брали отрицание беспокойного единства бытия и ничто. Да? И пришли к спокойной простоте. Вам нравится вот к концу лекции, чтобы у нас вот не такое было вот, а спокойная простота? А? Хорошо же. Успокоились сейчас и уже близко. Я смотрю уже, ну там шесть минут и все. Идем на обед. Спокойный и простой. Как его назвать? Какие есть предложения? Вот Владимир Владимирович рассказал, какие у нас есть, какая новая военная техника. Там вот подводная есть ракета, можно сказать, которая летит с генератором атомным, реактором. На любое расстояние под водой с огромной скоростью. А еще такая, которая гиперзвуком 20 маха летит. И вот предлагает там как-то ее назвать. Я тоже сейчас предлагаю назвать. Как назвать вот это становление, ставшее спокойной простотой? Какие у вас предложения есть? Обед. Обед. Нет? Не пойдет? Перерыв. Перерыв точно спокойный уже. Или наоборот, сейчас бегают. Сейчас спокойно сидят, а перерыв начнут ходить туда-сюда, один туда, другой сюда. Нет, не подойдет название. Значит, название вывести нельзя, дорогие товарищи. Вас как тут? А нет. Это невозможно вывести. Это вот родители, как ваши придумали, и все. Как можно вывести это? Это вывести невозможно. Поэтому и так же и категории философии. То есть можно от одной категории перейти к другой, а название кто-то им должен дать. Ну, кто дает название? Тот, кто строит систему. Если систему строил Гегель, он название брал из истории философии. А если в истории философии этого звена не было, потому что он строил систему, там все звенья у него есть. А некоторых звеньев просто не было до него. Там он придумывает сам. Но он должен не так выдумывать по принципу, сколько я могу напридумывать определение. Да я вот вам имен могу дать сейчас вот каждому. Будете Маруся, ты будешь Дима, ты будешь Саша. Вам какое имя дать? Маргарита будете. То есть я могу этих имен раздавать. Но это бессмыслица. Поэтому, а вот в философии надо, чтобы этому принципу, движение от простого к сложному, это отвечало. То есть если у нас была категория бытие, а сейчас у нас есть другое. Спокойное и простое. Есть бытие уже. Чувствуете, нет? Вы обратили внимание, что спокойное и простое – это бытие? Нельзя его называть, как будто мы не видим, что это бытие. Становление, ставшее спокойной простотой. Спокойная простота – есть она. Раз она есть, она – бытие. Остается только ему прибавку сделать, приписать, какое бытие. Ну какое есть, такое есть, налицо. Наличное бытие. У вас карточка банковская есть? Есть. А банк ваш лопнул? Сбербанк? Да, Сбербанк, лопнул. Обидно, но у меня есть ВТБ. И ВТБ лопнул? Хорошо, так как? Есть лопичка. А вот, то есть он, ну может и не лопнул, но может лопнуть. Да? А вот, а если, а у меня есть наличные. А что такое наличные? А наличные – это вот, вы как будете расплатить? Знаете, как бывает? Вы приходите в магазин, а у вас карточка. Говорят, вы карточку будете расплачивать или наличные? Мы говорим, карточка. А мы говорим, карточка. А карточку мы не можем. Почему? Потому что они деньги на зарплату собирают. Вот, а так они отправят в банк эти деньги свои, наличные. А им на свою зарплату денег нет. И тот же директор магазина раз и выдал сначала зарплату своим. А потом остальное отправил туда. Вот наличные, видите, 100 рублей. Это налицо. А нет, а вы посмотрите, у вас есть на счету банки, а там написано 0-0-0. Лопнул ваш банк. Ну, ваш не лопнул, а у многих лопнул. То есть, вы понимаете, что там не налицо деньги. А вы придете, вам скажут, о, надо было заказывать эту сумму. Не бывает такого? Нет. Не бывает? А вы, наверное, потому что такие суммы у вас, поэтому они всегда бывают. А если я скажу, дайте мне 30 тысяч, говорит, надо заказывать? Я говорю, что ваш банк, что ли, 30 тысяч у него нету, что ли? Ну, это очень много. А задача какая? Если вы были директором банка, старайтесь не отдавать деньги, потому что я же в кредит даю. Поэтому всякие тормозить надо, чтобы так они... Чем больше они задержатся в банке, тем больше они дадут прибыль. Правильно? Вот и все. Так вот, это налицо. Наличные. А то, что у вас там, это не налицо. Еще надо проверить, есть ли они. И не забыли ли вы номер этой карточки? Сейчас вот забудете и будете вспоминать. Я сколько раз вспоминал, это после лета. Мы же как зарплату получим перед отпуском. Потом приходишь в сентябре и думаешь, какой номер? И тут ясно мне такой номер представился. Ясно, вот точно я вспомнил. Я его раз, набрал. Мне говорят, и у вас осталось две попытки. Да, думаю. И я вспоминаю, что давно я не ходил сюда. Потому что я еще ходил, я взял зарплату и все. И все лето не обращался. Наличные взял, потому что банка может не будет, а деньги остались. Так. Еще опять вот ясно так и увидел. Вот я раз второй раз, потом раз третий раз. И мне написали, ну, Михаил Ильич, обратитесь в банк по месту. И пошел я в путешествие. Восстанавливаю себе карточку. Так что, вот это надо отличить, между тем, что есть на лицо, и тем, что есть в чем-то. Правильно? В чем-то. В банке. Знатоки говорят, которые в Ленинграде живут, что поскольку у нас наводнения, то бумажные деньги надо хранить в стеклянных банках. А не в случае наводнения не намокать. А монеты в бутылках от шампанского, потому что иначе туда проходят. А в обычной бутылке не проходят монеты. Так что это все вот полезные советы. Короче говоря, категория, к которой мы пришли, называется наличное бытие. Наличное бытие. Ну, что делать нам? В следующий раз будем ее изучать. У нас цель поставлена уже, мы хотим к изменению прийти. Но мы хотим к нему прийти, а не то, что я сейчас объявлюсь изменением, запишите, что является. Это получается, что вы мне должны поверить. А вы мне верите? Зря вы мне верите. Верить можно вообще кому-то так? Вот сейчас, в наше время, ни в коем случае. Можно верить. Вам можно, мне нельзя. Я сам себе не верю. Ну, а как учить, если не верить? Как вот верить можно? А если наука? Как наука? У вас наука или вера? А вы что, хотите мне верить? Вы не хотите заниматься наукой? Я вот вас обвиняю в этом. Что поделать? Как, что поделать? Исправляться? Есть время еще до следующей лекции. Можно захотеть. Да. Спасибо за внимание. Спасибо. Пока. До свидания. До свидания. Продолжение следует.